В начале 20 века появление звука и кинозаписи добавило новое измерение в искусство великих виртуозов-пианистов. Впервые стало возможным запечатлеть и передать широкой публике интимную атмосферу домашних концертов. В 30-е годы даже 90-летний ветеран, ученик Ференса Листа, Франсис Планте, слышавший игру Шопена и выигравший конкурс пианистов в 1850 году, был записан для потомков на воске и целлулоиде. Шопен, этюд номер 7 до мажор, исполнитель Франсис Планте, запись 1928 года. Эти пленки являются для нас окном в те безвозвратно ушедшие годы, когда личность исполнителя, импровизация и чувство гармонической структуры произведения были так же важны для пианистов, как и техническая точность.